Добро должно быть с кулаками. Сейчас я разберусь с несколькими. Понимаете, вот тех академиков, которые то ли правда академик, то ли правда они все передрали друг у друга. Существует среднее звено кандидата наук. Вот одна из них. Я со всеми сейчас рассчитаюсь. Это учеба. Обитатель одного муравейника съедает сотни тысяч насекомых. Озвучиваю я. И ведь что интересно, Александр Леонидович настолько мне поверил, мою правоту, и стал бы он иначе бы целиком вслед за мной печатать фамилию Октябрина Ганечкина. Которая на РТР, вы знаете, тогда просмотр его было миллионы. Ненавидит муравьев. То, что я увидел, это я читаю, цитирую себя. Вызывает не протест, а омерзение. Прямо в съемочном павильоне науксусом полила муравейник. Ну и так далее. Главное, что это было под дружный аплодисмент. Вот это самая дикость, страшная дикость, которая творится. Сейчас она уже перешла на телеканал «Бобер». Теперь там все уничтожает, все подряд. Это я уже одну фамилию назвал. Уважаемые господа, черешневод, ведущий Канечкина. Вы никогда не пишите про северную черешню. Вы никогда она на севере не будет. Вы даже не представляете, что вы пишете. Вы видите то, что перед вами. Помните, я приводил пример. Заранее отрежем, пока она еще жива. Это дикость. И вот они, и она тоже, изувечивает вот это все. Штамп не нравится, который у черешни. Она знает, а Бог не знал. Вот. Это вторая. Платонова, вот она, третья. Вот это ужас какой-то. Вот это Канечкина. Уничтожать деревья на глазах всей страны. И никто не заступится, до сих пор никто. Ладно. Следующее. Вот еще, это уже четвертую фамилию называют. Вот. Вот она, Крамаренко. Ну, если же один раз, и ты уже поняла, что большие потери, ведь это же все есть, сама же рассказывала, все. Большие потери у Абрикосова. Вот она, вот отсюда она идет-то все. Есть, да, другие причины. Там тень, там монастырь не там расположен, но там вообще ветер. Все правильно. Ну, те Абрикосы, которые вы культивируете, это же самые, самые такие неприхотливые. Ну, не сади ты косичку на глубину 5-6 сантиметров. Ну, уже откажись ты хотя бы этого. Ну, уже когда тебе вопрос задали, ты мне 20 тысяч или 30, этот Антон Сафронов задал вопрос. Ну, хоть тут-то скажи, но ошибалась. Ну, ладно, вопрос спорный, но я на всякий случай больше так писать не буду. Ну, стоять на своем, не жалея деревья. Потом, это, ведь вот все эти дамы, я 4 фамилии назвал, да, вот, все, все вишни уничтожены. Абрикосы еще не уничтожены. Не. Просто эти миллионы, десятки миллионов попыток саженцев, это все, косточек, это им даже вырасти не дают. Вот, стало мне, как делить с соседями. Очень просто делю. Экономлю место. Видите? Вот так вот экономлю. А куда деваться? Соседи не в обиде. Почему? Это самая роскошная с... Да, вы видели фотографии. Я просто в эту фотографию сделал догонку, показать реально, что я, да, к сожалению, тут даже тень какая-то есть, даже подопревание есть, но я сэкономил максимум места. Я беру у соседей под корни часть площади. То есть, вот, смотрите, следите за моим курсором. Вот здесь корни. То есть, я прихватил территорию соседа. Но так как это лучшая сорта, видели фотогалерею, обиды никакой нету. Вот так вот. Теперь, значит, тут случилось следующее. Получаю письмо. Там было так непонятно. Там то ли фото было, то ли видео, но непонятно. Вот. И была такая фраза. Удалю приросты внизу. Я тут же не смеете это делать написал. Ну, то есть, пока не смеете, пока не разберемся. Вот ее письмо. Третий год растут абрикосы, выращенные из ваших костей. И здесь им отживаются пять деревьев. Один имеет более крупные листья. Вот о нем-то и речь. Смотрите. Вот. Опять прислал вместо фотографии видео. Я кое-как выбрал для самой длинной. Показан. Он двухметровый, ему два года. Тонкий ствол. И в конце он, как ребенок, головку не держит. До сих пор не знаю, привитые или корни собственные. Вот. Головку не держит. Если дальше вот так развивать, он так и уйдет в бок, пока не сломается, не дай бог урожай. Так я уж образно выражаю. Поэтому хочу знать ваш совет, чтобы не навредить, делятся обрезкой. Вот. Пожалуйста, будьте добры, ровно половину отрежьте. Ровно половину. Он распластается по над землей, да. Вот. И у вас будет нормально сформированы саженцы, особенно если пересажены, если они на этом месте не растут. Если тем более, что, если привиты, значит они саженцы, это ветка, поэтому ее в бок и тянет. Вот. Будем насильственно превращать в нормальное дерево. Вот здесь отрежете, поверхную половину выбросьте. Вот мой совет старого этого. Я же не против обрезки, я все с умом. Понятно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова